Танкист, на Vodkit.ru всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. Здравствуйте, друзья! С вами Маракайси. Сегодня я хотел бы показать бой на ПТ-САУ Як-Панзер Е100 на карте Химмисдорф. Эта ПТ-шка действительно разрывает пуканы до сих пор. Альфа 1000 единиц. Запредельное пробитие основными снарядами. А игрок тут еще и кумы сразу зарядил. Наверное, был очень зол в этом бою. И Яга, если смотрит на противника, то уже вселяет в него ужас. Противник просто в здравом уме не захочет выезжать на Ягу, чтобы получить такой огромный урон. Он еще и без какого-либо шанса на то, что получится вытанковать. И Яга действует в этом бою очень агрессивно. Правда, первый выстрел в молоко. Но это бывает ничего страшного. Игрок, в общем-то, понимает, что у него есть все шансы тут надамажить много урона. Так как тут толстенькие танки, у которых дофигища ХП. И, конечно же, пробить их для Яги, особенно коммунитивными снарядами, не составляет никакого труда. Выстрел и 912 ХП слетает с Е100. Это еще мало. На самом деле, ему повезло. При этом два раза, когда первый раз Яга по нему вообще не попала, а второй из-за того, что Альфа была маленькая. Противники отвечают. 505 урона наносят Яги. Но та, конечно, такого не прощает. Е100 просто мастер танкования башней. Прям супер-пупер игрок. Ему нужно обязательно играть побольше на тяжелых танках. Я думаю, с такой игрой он скоро попадет в киберспорте. В скобочках нет. И тут еще высовывается еще один шалопай на Т-55А, который думает, что он, Яги, сможет что-то сделать. Вот самоуверенный кретин. Яга, конечно, такого не простит, если еще раз он вылезет. Итак, пора в атаку. Самое время давить противников. Никто не сможет Яге противопоставить тут что-то. К тому же она попала в топ против 8-9 уровней. Е100 отправляется в ангар. И следующий на очереди Т-54, который встал тут на месте и чего-то ожидает. Наверное, свежую, сочную плюху от Яги. И, конечно, Яга ему может это предоставить. Наш же герой высовывается, медленно поворачивается, но этого было вполне достаточно, чтобы всадить 54-ки по самое не хочу. Ну, враг просто, я не знаю, как будто только этого и ждал. Далее наш герой, пока противники дохнут, подъезжает поближе и уже готовится раздать очередную горячую плюху противнику. Выцеливает он корпус и наносит туда урон. Ну, далее союзник добирает вражеский тяжелый танк. И наша Яга продолжает атаковать. Тут появляется Фош и Е50М. И еще один Е50М. Их двое прям резпятся тут. И это отличная возможность кому-нибудь тут раздать. Ну, Яга думала, что выстрелить по Фошу сначала, но потом хотела добрать Е50, у которого как раз было мало прочности. Но вот невезение и снаряд угодил непонятно куда. В итоге противник остался в живых. Ну, остался последний кумулятивный снаряд. И вот он нужно реализовывать, пока враг не спрятался. Яга высовывается, начинает выцеливать Е50 и не пробивает. Вот вам и заоблачное пробитие кумулятивным снарядом. Если стреляешь куда не попало, то, конечно, противник может и танкануть чем-нибудь вдруг внезапно. Хотя, казалось бы, пробитие запредельное. Ну, на этот раз фейлить больше нельзя. Нужно стрелять наверняка и выцеливать уязвимое место. Смешно звучит на Яге, но именно так. Как оказалось, Е50 даже может что-то танкануть своей башней. Ну, вот в лечок он урон принимает спокойно. Наш герой начинает откатываться назад, и Е50 подъезжает поближе. Ну, видимо, уже хочет отомстить Яге и успеет ли он выстрелить. Ну, похоже, да, так как очень долгая перезарядка у Яги. Но он попадает всего лишь в гуслу, и у нашего героя появляется шанс его добрать. Но он решает не спешить, не стреляет куда попало, подъезжает поближе и стреляет по фуловому. Ну, как по фуловому, по тому Е50, у которого больше ХП было. Ну, понимаете, чтобы уже с этим кто-нибудь разобрался из союзников. Вот подъезжает последний союзник на Е50, не пробивает врага, попадает ему в гуслю, потом его таранит, но не наносит никакого урона. И тут все-таки противник гибнет от рук союзника. Наконец-таки он смог что-то сделать, и наш герой успел забрать объекта 704-го. Т49 еще подъезжает сзади Т10, но вроде бы Е50 его контролит. И наш герой таранит Т49, просто непутевый светляк. Это нужно додуматься еще до такого, таранить Ягу. И далее игрок отправляет в него плюху и отправляет его в ангар заодно. Разворачивается, Е50 тут бодается у нас Т10. И наш герой, в общем-то, успеет тут выстрелить, скорее всего. Ну, куда тут денется Т10, явно деваться ему некуда. Но, к сожалению, союзник погиб. Тем не менее, удается добрать Т10. Ну и осталось расправиться с Маус Хеном. Где-то он тут должен быть, наверное, поблизости, так как он очень медленный. И вот он засвечивается. Яга прячет свой НЛД. Противник зачем-то стреляет фугасным снарядом, наносит какие-то слабенькие 91 урона. Ну, если бы он выцелил, например, лючок, то мог бы Ягу сейчас и забрать. Но, видимо, он до этого не додумался. Хотя желтая, вроде бы, статистика не так уж и плохо. Яга снова выбирает грамотную позицию, прячет свой НЛД за танком и начинает выцеливать Маус Хена. Ему можно выцелить лючок. Огромный, но промах! И у противника появляется возможность снова выстрелить по Яге без проблем, пока у нее очень долгая перезарядка. На этот раз он стреляет бронебойным и вообще не наносит никакого урона, естественно, под таким наклоном, на что он надеялся пробить Ягу. Яга отвечает ему в борт, дает сногсшибательную плюху. Враг снова заряжает фугасом и наносит 193 урона. Ну, лучше бы он своей стратегии придерживался бы, может быть, и смог бы Ягу фугасом добрать. Ну, а так, пока что есть у Яги небольшой шанс еще выиграть. И снова фугасный снаряд, но враг не добирает Ягу и наш герой уничтожает противника выстрелом в щеку башни. Ну, противник сфейлил очень много раз, хотя мог бы и затащить даже фугасами теми же. 11640 урона Яга нанесла, огромный урон, 2 120 вытанковала. Ну, отличный бой, я считаю, получился. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить лайк, друзья. Желаю вам удачи, до скорых встреч, пока.